друзья всем привет сегодня очень важная тема которую хотел поднять очень часто слышу истории о том что мошенники ездят по и 100 искупают пустые канистры из-под масла либо сами работники эстонии добросовестные в использованную тару заливает дешевые масла и потом продают его клиентам под видом оригинала сразу скажу заранее в ответ на комментарии которые обязательно буду что часто вот снимешь видео всех научишь потом начнутся делать поверьте мне те кто те люди которые этим уже занимаются они все это лучше меня знают сто раз и будут продолжать это делать независимо от того скажу я об этом либо не расскажу в конце этого видео я расскажу главное как с этим бороться и как не попасться на уловки мошенников и так как же происходит подмена физически вы приезжаете на стол со своим маслом с мобил один 5w 40f с ценой более 3000 рублей отдаете на посту замены слесарю масло фильтр и уходите либо в зону отдыха там либо гулять на улице подождать пока заменяют масло слесарь берет ваше масло вскрывает аккуратно крышку не повреждая при этом пломбу выливает ваше масло ваш автомобиль и все в порядке и после этого откладывает банку пустую и крышку в целую сторону вы приходите садитесь оплачивать деньги за замену уезжайте счастливые все в порядке с вами все нормально после этого слесарь в конце смены берет вашу банку пустую крышку от банки которая осталась заливает в эту банку масло например лукойл супер 1040 стандарт или супер 1040 дешевые стандарт стоит рублей 800 примерно за 4 литра заливной закрывает крышку и продает это масло либо следующему клиенту либо через своих знакомых в какой-либо магазин вот таким вот образом происходит подмена вариант номер два когда работники сто сам никуда ничего не заливает он просто постепенно откладывает пустые банки и целые крышки к нему приезжают мошенники те пресловутые покупают у него эти банки и крышки за определенную стоимость после этого эти мошенники заливают в эти банки с готовыми крышками уже дешевая масса тоже самое разливной продают это все через магазина либо через оптовиков либо там каким-то образом реализуют вариант номер три когда крышек не остается потому что часто бывает что клиент приезжает скрывает крышку сам сдирает пломбу открывал отдает банку и соответственно как банк остается без крышки в таком случае все то же самое что и варианте номер два только мошенникам приходится искать самим крышки они покупают их либо в китае заказывают либо покупают на рынке насчет новосибирска не знаю не уверен что они тут продаются у нас но по крайней мере москве купить и крышки вообще не составляет никаких проблем даже в интернете где-то я видел специальные крышки продаются такие же поэтому вот эти три варианта рабочие которые действуют и которых мне рассказывают наши подписчики и наши некоторые даже клиенты и так металлическая банка есть две разновидности крышек одна такая просто обжатая без нижнего металлического канта давайте я сейчас фокусирую поближе просто завальцованная но без кантика снизу а вторая как на TSL с небольшим металлическим кантиком снизу эта крышка кажется более прочной чисто визуально как будто она там обжата и более плотно держится не прокручивается вроде а вот на едемицу маленько слегка прокручивается или с усилием это делать пробуем едемицу оппа one second крышка вообще не помялась никак потому что это мягкая такая штучка лопаточка как будто тут росла тоже не шевелится не крутится банка не пропускает как новенькая вся операция у меня заняла сколько три секунды примерно второй вариант TSL с металлическим нижним кантом более плотненькой чуть-чуть подольше времени конечно затратил крышка опять же абсолютно целый осталось давайте я сейчас приближу здесь вообще нет никакого следа того что я что-либо вскрывал абсолютно ноль следов так же идеально стало обратно на две секунды подольше продержался и самое неприятное в том что нет вообще никакого следа того что банка как-то скрывалась потому что упирается лопатка в ребро жесткости так как она мягкая крышка податливая соответственно ничего не гнется нигде не ломается не загибается так далее то есть никаких следов скрытия нет вообще ноль следов то это самое страшное mobile 1 немножко треснуло чуть-чуть аккуратно делал но по сути дела ничего не отломалось просто слегка 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 отрезкивало вот так вот как новенькая вариант крышки номер два например на драгоне на любой корейской банке они принципе везде одинаково абсолютно такой пластиковый кантик снизу крышка откручивается то же самое видим на корейском инеусе который делается на мечанге та же самая крышка то же самое видим с вами на кикс очень распространенный продукт который тоже популярен россии пробуем скрылась то легко но здесь есть свои нюансы видите тут она каким-то образом сделано такой кант он ее как бы закрепляет и это ребро оно немножко подломилось хотя на самой пластиковой крышке сверху следов никаких не осталось крышка абсолютно ровная давайте попробуем ее закрыть обратно видите поблизости приблизить поближе вернее посмотреть немножко надлом остался здесь очень мягкий металл как на машинах корейских открываем закрылась она ровно единственное что остался след небольшой если видно здесь поближе давайте приближе по максимуму остался след небольшой залома но вот видите с корейской банкой все не так однозначно все таки виден след куда упиралась лопатка бесследно скрыть не удалось и поставить обратно потому что очень очень мягкий металл практически как фольга хотя пластиковое кольцо черное я думал что и вообще все перемял сейчас я поставил обратно крышку и вообще не видно что где-либо я лопаткой его поддевал оно приняло свою форму обратно сама крышка слетает на ура но практически никакого усилия не нужно применять для этого просто даже легче чем японская наверное но металл мягкий поэтому следы остаются внимание обращать это тоже очень важный момент хотя наверное тем кто часто это делает тренируется снять без следа вполне реально Матюль у Матюль все крышки стандартные европейские пробуем без особого усилия ну смотрите давайте крышку поближе приближу не следов практически это я очень неаккуратно действовал совсем если аккуратненько это делать то вообще следов не останется никаких абсолютно очень легко скрывается даже практически без усилий я бы сказал здесь на нижнем канте куда крышка прилегает тоже не осталось ни малейшего следа вообще так же прекрасно закрывается как открылась а когда она закрывается то следов каких-либо вообще не видно как будто ничего и не скрывалось не сам маленько другого типа крышка она снизу защитным кольцом с пломбой поближе вам покажу поэтому тут нужно действовать аккуратно она откручивается и дальше кольцо уже срывается пломба так давайте с вами пробовать вот и в общем то при этом не отламывается вот и все абсолютно осталось целостное кольцо ничего не отломилось нигде следов воздействия механического тоже не вижу абсолютно здесь то же самое касается ну здесь мы не касались практически банки поэтому тоже не видно следов поэтому все четко кольцо осталось на месте я потратил на это буквально 10 секунд в обратную сторону не поломается кольцо так так же осталось целостно абсолютно ничего не поломалось колечко целое следов вскрытия не видно вообще ликви море с ликви море хотите прикол я тут уже маленько экспериментировал смотри просто что мы делаем мы берем и просто рукой откручиваем крышку я сейчас абсолютно не шучу серьезно абсолютно ничего не подевал я там не ломал не скрывал просто взял и открутил крышку рукой вообще ничего не делал просто взял и открутил рукой крышку это у нас ликви моле Я на полном серьезе просто предложил усилия и открутил крышку. Я вообще ничего не делал специально, то есть ничего не заламывал, не скрывал, ничего не делал. Просто немножко пошевелил крышку и она открутилась. И также закрутилась обратно. Ровая, ну примерно такая же крышка, плюс-минус, как на лекемоле. Давайте попробуем просто сначала, как мы сделали с лекемоле. Это какой-то прикол, что ли? Они просто откручивались на крышке. Я серьезно ничего не делал вообще. Вот просто я взял крышку и крутил. Вообще ничего не делал. Да, уж. Я закрутил до конца ее, да? Она до конца закрутилась, все четко держится, так на внешний вид. Берем и откручиваем ее. Закручиваем и откручиваем. Это как еще? Это нормально, ненормальное явление. Так закручиваются крышки. Ну-ка, ради просто эксперимента, вот кома, например, та же самая крышка абсолютно, да? Что у нас стоит и на лекемоле. Прямо один в один. Просто цвет другой, маленькая такая же крышка абсолютно. Просто давайте попробуем ради интереса. Она скрылась абсолютно нормально. Здесь чуть-чуть видны такие зазоринки, да, стали на вот этой штуке, которая задерживает сама шестеренка. Но вот смотрите фокус. Вот сейчас они видны, да? Я закручиваю обратно, и они уже не видны. То есть непонятно, скрывалась банка, либо не скрывалась. Это кома. Вот эти крышки, получается, такого формата, это просто, конечно, полнейший треш. Они просто откручиваются, рукой. Я, кстати, об этом раньше сам даже не догадывался. Супер крышка отравенол, сделана из комбинированного пластика, дорогущая, которую они везде рекламируют. Она уже тут болтается помаленьку. Ну-ка, давайте попробуем тот же самый эксперимент провести. Так, что тут подлетели какие-то запчасти, в принципе. Это запчасти, наверное, да, от внутренних этих, от внутренних зубьев, что внешне, визуально не будет видно вообще никак. Вот я также руку ее скрыл. Супер крышку. Поставил ее обратно. Причем, я скрыл ее, да? Здесь видите сами, что вообще никаких следов не осталось от того, что я что-либо скрывал. Ни единого следа нет абсолютно. И также я эту крышку аккуратненько закрываю. И как будто тут такая росла. Она шевелилась еще до того, как я начал что-то с ней делать. Ну, тут сейчас до конца я закрутил, полегче стало, пожестче. В общем, ну, сами видели. Тут без комментариев. Вот такая крышка, как и на реноэре. Тут очень интересно, как комбинировано сделано. Видите, верх точно такой же, как мы с вами рассматривали сейчас крышки открывашки, которые открываются рукой просто. Но снизу еще, видите, защитная такая пломба стоит. Поэтому, если пытаешься просто вскрыть, эта пломба, она у нас соответственно отломится. Так. Что мы делаем? Тут не так просто. Видите, я пытаюсь ее сейчас поддеть, да? И она начинает отламываться. То есть, как бы... А, ну, вот видите, как только я попытался ее вскрыть, сразу нижняя пломба отломилась. Это, на самом деле, очень хорошо. Вот как раз так они должны быть защищены, на самом деле, крышки. И вскрыть не так просто, потому что, видите, здесь нижняя пломба, да, нижняя колечка, оно очень сделано так нежно и отламывается очень быстро от верхней крышки при попытке вскрыть. Поэтому, видите, здесь так просто сделать это не получится. Сразу будет явно видно, что крышка вскрывалась. Вот эта крышка мне больше всего нравится, да, она прикольно сделана. Здесь так просто не скроешь. Такие крышки ставятся... Давайте сейчас я посмотрю, где еще они ставятся, на таких банках. Я вижу, здесь у нас есть Proficar такая крышка точно, которую тяжело вскрыть таким образом. Потом на Megui есть такая крышка, хотя на Liqui Molle того же самого производителя ее нет, она там по-другому сделана. Хотя, видите, на Megui тоже самое. С пломбой защитной, которую хрен скроешь. Больше таки крышки не нашел. Все крышки у нас, они вот такие, на всех остальных европейских банках. Там на Evrolia, NGN, где там еще на Chrono или там все такие крышки-открывашки. А вот крышка, например, у нас на Бордале. Это прям реально какой-то самый супер трэш. Эту банку мы получили от пастаччика, то есть ничего вообще не трогался, ничего не делал абсолютно, вот как она, как есть. Видите, сама по себе крышка выглядит очень трэшово как-то немножко, да? Не похоже на импортную крышку, хотя масса-то явно не российская. Смотрите, открывается. Я вообще вот просто вот ничего не делаю. Абсолютно. Я просто ее открутил и все. Тут почему-то золотинка на самой крышке, она, возможно, должна быть приклеена сюда что ли, я не понимаю, смотрите. Это не шутка никакая, это крышка родная, вот от нее я закрутил ее, а она даже зуби не попала в шестеренку, и я так же ее открутил обратно. У нас вот, к сожалению, одна банка-бордаль только вот на стеллаже есть. Если у вас такие баночки есть, то отпишитесь, как они у вас откручиваются. Не может же быть такого, да, что вот просто взяла банка, крутилась крышкой. Вот даже банка, полутрэшовая, малайзийская, херакс, вы наверняка даже не видели раньше бренд этот ни разу. Так вот, и то у этой банки видите какое защитное кольцо, которое, ну вообще, не знаю, мне кажется, нельзя открыть. Так просто оно тоже отломится. Если даже поддевать, она все эти обломит защитные эти элементы. Хотя баночка-то еще тот трэш. Получается, по факту, что самая лучшая защита либо у шел, либо у любого другого продукта, в этом плане защита именно вот такого рода подделки, у которых есть фольга, фольга, металлизированная под крышкой. Потому что даже если мошенники вскрыли крышку, например, нашели, да, то все равно тут фольга. Да, понятно, да, что крышку можно вскрыть аккуратно и незаметно. Нужно эту фольгу наклеить, но, по крайней мере, кустарно. В условиях там СТО на коленке уже не получится. Во-первых, нужна специальная фольга для этого, какая-то, наверное, скорее всего, да, которая приклеивает специальный инструмент, какой-то, наверное, термо, который приклеивает по температуре фольгу эту. Но вот видите, никаких специальных приспособлений или особых усилий мне для этого не потребовалось. Я просто руками вскрывал эти банки. Вообще никакой защиты нету. Это абсолютно для европейского рынка нормально, потому что они от такого физического воздействия банки не зачищают. У них нет такого понятия, как подмена масла или что-то подобное. Они даже об этом не заморачиваются и не думают об этом. Но мы с вами живем в России, в наших реалиях. К сожалению, это наша действительность. И нам приходится такие вещи обсуждать. К сожалению, к огромному. Мошенники, единственное, могут столкнуться с проблемами, там, с термо вот этой пленкой, ну, целлофановой пленкой, которая защищена, мембрана ставится. Это на кастроли используется, на шеле. Но, опять же, например, кустарным способом это так не сделаешь быстро, потому что это нужно термооборудование. Но те люди, которые мошенники занимаются этим постоянно, которые делают это на регулярной основе, там, на потоке, конечно, у них это оборудование есть. Они эти целлофановые пломбы, они клеят только на раз. Для этого нужен только сам этот целлофан, оборудование нарезать кружочками и приклеить обратно. В этом, думаю, что никаких проблем особых нет. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все СТО этим грешат. Наоборот, это, скорее, исключение из правил. Я со многими станциями общаюсь, лично знаю там, и мастеров, и так далее. Все абсолютно адекватные люди, они такими вещами заниматься не будут. Но, тем не менее, факт остается фактом. Многие люди пишут мне в комментариях о том, что такие вещи происходят там. Я часто на форумах об этом читаю и так далее. То есть, людей это волнует, они с этим сталкиваются. Поэтому мы это видео снимаем именно для этого. Но, думаю, что основная масса СТО сейчас, тем более современные, такие полноценные хорошие комплексы. Они все абсолютно там напичканы камерами. Под сам я не хочу. Вот те станции, где я обслуживаю сам лично. Там огромное количество камер везде, в самых потайных уголках. И, конечно же, тайно это сделать не получится. И многие станции уже об этой проблеме тоже знают руководство. И тоже с этим борются. Они эти банки уничтожают. Хотя, конечно, надо отдать должное. Это сейчас только начали делать. Потому что раньше вообще никто не заботился. Банки эти просто либо там действительно продавали, либо кто-то скупал какие-то мошенники. Либо просто их выбрасывали, а потом эти мошенники их подбирали. То есть, факты такого мошенничества, они, конечно же, есть, естественно. Об этом мы сейчас с вами и ведем речь. Самое главное. Как же нам с вами с этим бороться? На самом деле, самый действенный способ, конечно, это испортить канистру после ее использования. Тут я сразу представляю такую картину. Какая-нибудь хрупкая девочка после замены масла подходит к следствию. Такой здоровой отверткой. Такой. Кресь по банке там. Ну, конечно, это топичная картина. Такого, конечно, не будет, естественно. Поэтому при замене масла вы должны придерживаться простых правил. Для пластиковой канистры это три правила. А для металлической канистры это два правила. Первое. Старайтесь забирать пустые использованные канистры с собой и утилизировать их самостоятельно. Второе. Если вы не хотите таскать с собой пустую грязную канистру в машине, то просто перед тем, как отдаете слесарю это масло на замену, оторвите переднюю этикетку. Сделайте это элементарно. Оторвали, уничтожили. Масло, пустая банка с маслом без передней этикетки нафиг никому не нужна. А идея печатать этикетку штучным тиражом на пленке, это из разряда эротической фантазии. Делать этого никто не будет. Если вам масло заменили не полностью и у вас в банке осталось какое-то количество масла, которое вам отдали обратно, то вы всегда можете по задней этикетке понять, какое вам масло заливали, что у вас осталось и с чем его можно смешивать. Третье. Привезли с собой масло, перед тем, как отдавать его слесарю, вскроете пломбу обязательно. На такой крышке она просто откручивается, отщелкивается и обратно закручивается. Масло не протекло, отдали слесарю. Вот на такого рода канистре, например, как на Мобили или как на Тойоте, берете за колечко специально, вот здесь есть выемка такая, открываете и срываете пломбу обязательно. На металлической канистре просто дергаете вот за это кольцо. Давайте сфокусируем на нем. После того, как вы дернули за это кольцо, крышка уже непригодна к использованию. Конечно же, с металлической тарой второе правило не действует, потому что тут нечего отрывать, нет этикетки. Поэтому пользуйтесь первым и третьим правилом. Обязательно старайтесь забирать пустую канистру с собой и самостоятельно ее утилизировать. Перед тем, как ее утилизировать, желательно ее хорошенько помять. Можно сделать это просто наступив на нее ногой. И третье правило, обязательно скрывайте кольцо перед тем, как даете ее мастеру. Скрыли кольцо, отдали мастеру, крышку выкинули. Да, я уже вангую, что будет в комментариях. Покупайте у официального представителя, у официального дилера в проверенных местах и так далее. Я с вами абсолютно солидарен. Но мы живем в России, и ситуация бывает разная. Иногда человеку нужно купить масло здесь и сейчас. Поэтому просто придерживайтесь этих простых правил, о которых мы с вами только что поговорили. Попытаемся, по крайней мере, минимизировать риски. С одной стороны, это звучит смешно, конечно, то, что мы с вами обсуждаем. С другой стороны, если ваш любимый вами автомобиль заливает вместо Mobil-1, который вы хотели, например, МВ-7В, Автол, либо Лукуил Стандарт 1040, и вы потом на этом масле ездите 9000 км, это уже не очень смешно становится никому. Ни вам, ни тем людям, которые будут его в итоге ремонтировать. Поэтому, думаю, что просто придерживайтесь этих правил и все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, это видео стало для вас интересным и полезным. С вами Антон Воронков. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.